здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня в данном видео я буду готовить знаменитый еще советского времени торт и ней с прослойкой безе роскошный во вкусе торт я его сегодня буду готовить в моей версии с малиной я готовлю его уже так много лет все покажу и расскажу в данном видео торт я буду готовить большой 26 сантиметров в диаметре сначала приготовим бисквит 8 яиц я разделяю на желтки и белки в белки я добавляю 16 грамм ванильного сахара взбиваю сейчас просто до состояния пены и добавляю туда сейчас 25 грамм кукурузного крахмала сейчас от общего количества сахара 240 грамм я добавляю в белки примерно одну треть и взбиваю сейчас белковую массу примерно 3-4 минуты миксер у меня здесь маломощный яйца здесь комнатной температуры среднего размера весом без скорлупы каждое яйцо примерно по 50 грамм белки взбились и взбиваем сейчас желтки порциями ввожу сейчас в желтки весь оставшийся сахар и взбиваю желтковую массу даже немножко дольше чем белковую примерно минут пять это важно чтобы бисквит без разрыхлителя хорошо поднялся вот таким маломощным ручным миксером сейчас белковую массу я вмешиваю аккуратно круговыми движениями во взбитую желтковую массу досконально тщательно белки я не промешиваю делаю я это намеренно чтобы мне не осадить массу потому что потом все это с мукой перемешается хорошо 240 грамм муки я ввожу примерно в 5-7 приемов просеивая муку в тесто и вот так венчиком очень аккуратно тоже такими круговыми движениями я перемешивала все это форма здесь у меня выставлена на 26 сантиметров в диаметре форма высокая здесь у меня если у вас низкая форма берите на 28 сантиметров форму бисквит у меня выпекался примерно около 50 минут 45-50 минут до сухой шпажки края формы ничем не смазываем и дверь духовке во время выпекания не открываем выпекая при температуре 175 градусов цельсия режим верх-низ без конвекции когда бисквит испекся я проверяю его сухой шпажкой и даю ему сейчас полностью остыть на решетке до комнатной температуры и уберу его прямо вот в этой форме сейчас в холодильник на ночь чтобы он отстоялся тогда он будет идеально ровным по бокам 4 яйца разделяю на желтки и белки желтки в данном рецепте мне не понадобится их буду использовать для другого торта взвешиваю сейчас белки яйца для этого я брала средний по 50 грамм без скорлупы из каждое яйцо 127 грамм составили белки у меня в весе я добавляю туда вдвое больше сахара то есть 254 грамма сахара включаю пакетик ванильного сахара 8 грамм и маленькую щепотку соли я также туда добавила посуду в которой будут взбиваться белки должна быть полностью обезжирена очень хорошо здесь перемешиваем чтобы как можно сильнее разошелся сахар но не взбиваем конечно же идем сейчас на правую баню вода у меня уже кипит дно миски ни в коем случае не должно касаться воды аккуратно перемешиваем это все примерно полторы минуты не нужно делать чтобы очень сильно нагревалась это белковая масса просто чтобы растворился весь сахар снимаем сейчас правой бани очень аккуратно вливаем в ту емкость где мы будем взбивать белковую массу так делаем чтобы ни в коем случае никакая влага вода тем более не попала у нас в емкость для взбивания и взбиваем примерно сейчас 5 минут это все будет зависеть от вашего миксера на 4 минуте взбивания я добавил туда одну щепотку лимонной кислоты совсем небольшую либо же можно добавить вместо лимонной кислоты одну чайную ложку лимонного сока меренга будет еще более плотной с этим спустя 5 минут взбивания вот такая красивая пышная меренговая масса у нас в итоге должна получиться пики подрагивающие это нормально потому что это у нас не белковый заварной крем не итальянская меренга а именно швейцарская меренга здесь мы приготовили это нормально для нее вполне перекладываю сейчас всю эту массу в кондитерский мешок насадка здесь кондитерского меня 1 м размер противня 42 на 32 сантиметра отсаживаю сейчас без и вот такими палочками таким образом без и будет сушиться гораздо быстрее и качественнее палочки все просушиваются идеально здесь не нужно долго его сушить по 5 по 6 часов некоторые сушат мне достаточно в моей духовке будет его просушить 2-3 часа все это будет зависеть от вашей духовке смотрите именно почему я говорю 23 часа потому что количество без и каждый раз разное убираю сейчас выпекаться примерно два с половиной часа в моей духовке достаточно уже чтобы получилось такой идеально хрустящее белоснежное безе при температуре 85 градусов цельсия на среднем уровне без конвекции я сушу его идеально сухое белоснежное безе получается без и можно приготовить заранее хранить его в герметичном контейнере не менее двух недель здесь у меня 750 грамм размягченного сливочного масла и 3 банки вареной сгущенки по 400 грамм здесь можете брать по 380 грамм особой роли здесь это не играет взбиваю примерно 5 минут размягченное сливочное масло масло у меня 82 процента жирности когда взбилось все масло я по 2 столовые ложки добавляю туда вареную сгущенку и прорабатываю все это миксером подробнейшие видео по приготовлению этого крема есть на моем канале ссылку я вам оставлю в описании к данному видео сейчас сразу хочу ответить на вопросы опережая их в комментариях по количеству крема в этом торте готовим этот торт минимум на 25 порций поэтому удивляться количество крема здесь я бы не стала здесь крема абсолютно адекватное количество к тому числу порций что нам нужно будет получить в итоге очень важно правильно приготовить этот крем я всем советую пройти по той ссылке на то видео по приготовлению отдельное видео по приготовлению этого крема и посмотреть его очень внимательно крем этот в итоге должен очень хорошо держать форму чтобы из него можно было сделать сразу допустим цветок розы он ни в коем случае не должен быть жидким тянуться за шпателем то есть должен быть в итоге вот такой стабильный глянцевый красивый крем благодаря правильно взбитому крему здесь сохраняется хрупкость и сухость без и в этом торте в конечном итоге бисквит у меня уже отлежался ночь в холодильнике его достала сейчас из холодильника как я уже сказала что именно в форме я его держала в холодильнике чтобы были идеально ровные боковины у бисквита это я делаю намеренно для того чтобы в этом торте так как здесь все такое крем не растекается крем неподвижные здесь чтобы разрез у торта был идеально ровным такие классические бисквиты без разрыхлителя обязательно требуют пропитки и отдыха не менее 8 часов в холодильнике и это очень важно разрезаю сейчас на три коржа нижний корж который будет у нас дном в торте обязательно делаем пошире потому что вся тяжесть торта ляжет на этот корж вот эту шапочку которая осталась от бисквита вы также можете использовать как посыпку у боковины торта как я уже сказала здесь очень важно пропитывать эти коржи для пропитки я здесь буду использовать молоко мне пастеризованное молоко если у вас она свежая обязательно его нужно прокипятить и остудить до комнатной температуры 150 миллилитров молока я здесь буду использовать если вы любите очень влажные коржи берите пропитки на ваше усмотрение вообще в классическом советском варианте это был сироп с коньяком я здесь его не использую вы можете также брать коньяк все на ваше усмотрение как я уже говорю я здесь делаю именно мой вариант который я уже делаю много лет именно с малиной попробуйте его обязательно приготовить итак начинаю сборку торта совсем небольшое количество крема я выкладываю на нижний корж разравниваю его здесь не нужно увлекаться кремом сразу иначе у вас просто не хватит потом крема чтобы полностью изолировать безе от малины тоненьким слоем покрываем нижний корж выкладываем палочки как вам здесь нравится также сейчас полностью изолируем кремом все безе это очень важно сделать чтобы безе полностью было изолировано кремом и малину уже выкладываем на крем предварительная малину промыла просушила ее сначала носите потом на кухонных полотенцах и так как малина у меня огромного размера я ее разрываю на две половины и выкладываю уже по половинкам если у вас нет свежей малины вот в данное время года приготовьте к этому торту прослоечку малиновую я вам ссылку оставлю в описании к данному видео там у меня торт молочная девочка с малиновой прослойкой но это же прослоечка подойдет и к данному торту то есть прослойка именно из замороженной малины на эту прослойку также можете использовать и для этого торта граммовки там хватит того количества той прослойки пройдите по ссылке и приготовите эту прослойку она очень быстро готовится и также ее уже на полностью изолированный слой безе просто из кондитерского мешка вот такой паутинкой нанесете и будет у вас прекрасный тоже тортик с малиной очень советую это сделать вторую прослойку собираем естественно по принципу 1 все это также изолируем кремом накрываем коржом который был у нас дном при выпекании и не забываем обязательно его пропитывать выравниваю здесь остатками крема и шпателем вот таким фигурным это на ваше усмотрение если у вас нет такого шпателя вы можете использовать обычный нож для нарезки хлеба выравниваю боковину торта это все просто на ваше пожелание раньше вообще советский тортик он и до сих пор делается с украшением белково-заварным кремом я в данном видео этого не делаю если вы захотите украсить верх торта белково-заварным кремом вам хватит из расчета порции белкового крема итальянской меренги на три белка а боковину можно украсить также той шапочкой которую нас осталось от бисквита измельчить ее сейчас остатки без я просто измельчаю вот так вот руками они очень хрупкие очень сухие получаются и они очень легко измельчаются и посыплю просто тортик сверху из боков чтобы просто подчеркнуть название этого торта так как торт называется и не без я очень хорошо передает имитацию и не она не тает даже постояв сутки в холодильнике на этом торте и остается такой же сухой снежный узор на торте после без и именно на этом креме конечно же просто где считаю нужным рассыпаю без и здесь остаточки без и убираю в холодильник сейчас на ночь ничего с ним не будет без не размокнет малина если очень свежая качественная хорошая она не закиснет ни в коем случае в торте нарезаю торт горячим сухим ножом без и остается как я уже сказал хрустящим даже проведя сутки в холодильнике ничего с ним не случится торт получается незабываемо просто вкусным всем советую очень приготовить как я уже сказала торт на большое количество порций если вы хотите вдвое меньше приготовить тортик берите форму на 18 сантиметров и количество ингредиентов смело уменьшаете в два раза и у вас получится маленький тортик но с тем же самым вкусом такой шикарный разрез у торта получается малина очень балансирует здесь вкус именно кислинка от малины очень нежный пропитанный классический ванильный бисквит безе хрупкое сухое в итоге получается даже на следующий день карамельный крем малина идеальное сочетание я надеюсь что видео было полезным и познавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео